всем привет и находится на канале дмитрий шеф давайте с вами проанализируем наш рынок акции российские что собственно нас происходит на фондовой бирже ранее я говорил что покупать здесь на индекс мвб не стоит здесь у нас х и данного боковика здесь у нас идет раздача и я оказался правом в ту очередь когда некоторые из трейдеров так называемых кричали что будет расти до 3000 и здесь только надо покупать но самый сами видите кто здесь оказался прав у нас произошел обвал со скоками и сегодня у нас произошел тест уровня 2000 и мы видим что позитива у нас в плане то скажем интересы к акциям нет вчера я совершил сделку по сбербанку об этом я писал в своем telegram канале я пишу все это в режиме онлайн вот это доход вчерашние вот по сделке сегодня же я перед открытием написал следующее у нас сырье падает снова вот и я написал что сегодня я в рынок не полезу то есть это собственно те действия которые я прописываю режиме онлайн своем telegram канале если вы хотите получать данные сообщения то скажем состоять в нашем закрытом чате у нас там открытый чат мы можем между собой общаться мне могут задавать вопросы это отличие то скажем от других групп до telegram каналов здесь у нас есть возможность общаться между собой поэтому если вы новичок если вы испытываете в трудности в в том покупать ли сейчас либо продавать от незнаний да вы всегда можете присоединиться к нашему telegram каналу место осталось очень мало вот цена вступления очень дешевая вот и поэтому то скажем на неограниченный период то есть здесь у нас по времени вступления из состава то скажем в группе состав составления в группе неограниченное время то есть один раз вступили и вы с нами навсегда поэтому чтобы подписаться вступить нашу группу telegram канала пишите вот здесь вот адрес электронной почты указан внизу пишите чтобы узнать условия в дальнейшем цена будет подниматься сейчас очень дешевая цена доступна каждому и мы видим в принципе что та информация которая там размещаю а я выкладываю уровни по акциям свое видение в течение дня каждый день то есть я нахожусь telegram канале мы видим что все мои то скажем большинство моих действий они оправданы и является то скажем правильные и так далее что у нас сейчас важно во первых давайте с вами посмотрим новостной фон а новостной фон достаточно такой негативный я уже говорил что сейчас у нас во первых новостной фон и те события которые у нас настоящее время ближе к 30 числу будут происходить они будут являться давлением на наш российский рынок акций что собственно мы с вами наблюдаем это аналитика которая предоставляется на этом канале она практически с точностью реализовывать поэтому обязательно подпишитесь на этот youtube канал здесь внизу будет кнопочка подписаться также подписывайтесь на яндекс цен ну и обязательно на телеграм-канал чтобы в режиме онлайн быть с нами всегда на ежедневной основе так что у нас интересно и негативного по новостному фону но во первых хотелось бы обратить внимание на то что правительство усиливает так скажем риторику отношении взимания дополнительных налогов с наших нефтяных и нефтегазовых компаний и сегодня вышла достаточно важная новость о том что он минфин минфин предлагает повысить налог на прибыль для экспортеров spg до 32 процентов 2023 2025 годах и ждет дополнительных доходов от этого сектора до в размере 200 миллиардов рублей если мы посмотрим с вами на реакцию то естественно я эту новость размещал в своем телеграм-канале и говорю что нужно обратить внимание на новый тек которая будет реагировать и мы если с вами посмотрим на мелком тайфрейме то увидим какова на эту новость была реакция вот такой обвал моментально происходит на таких негативных новостях далее если мы посмотрим то же самое сбербанк то многие говорили сегодня на открытии что а вчера нужно было покупать сегодня бербанк будет лететь вверх я говорю что я в рынок не полезу сразу вот и предполагал такое развитие событий мы видим что мы практически пришли к тем ценам к тем минимальным значением которые у нас были вчера соответственно кто хочет может покупать опять по этим же ценам то есть то ожидание которое я написал то скажем до открытия но полностью реализовалась в отношении банковской стере еще вышли негативные новости смотрите какие на что нужно обратить внимание что и будет являться давлением на данный сектор фондового рынка и сектор экономики смотрите на что я бы хотел обратить ваше внимание во первых отчетность в банков банков в урезанном виде вернется 1027 году то есть банкам разрешено не предоставлять отчетность не раскрывать отчетность в текущем году что конечно же является негативным фактором и мы с вами просто напросто не сможем определить отрицательным ли доходность у банков в этом году то скажем и по полугодию и в целом по году либо же один из банков все-таки выйдет по концу года в прибыль то есть мы этого с вами увидеть не сможем соответственно мы не сможем с вами предугадать будет ли дивиденды в 2023 году это первый факт второй факт мы с вами не узнаем выходит ли на прибыльность банковский сектор по итогу года потому что там тоже самый сбербанк лице грефа озвучивал что по второму полугодию не исключено что банк выйдет уже на прибыльность и пока по итогам года просто-напросто банк сбербанк в частности будет показывать прибыль и возможно тысячи двадцать этим году будут какие-то небольшие дивиденды так как в бюджете правительства российской федерации дивиденды от банков вроде как вроде как уже заложены далее в отношении газпрома котировки газпрома также у нас мы видим снижается активно у нас здесь прошел мини обвал котировок на новостном фоне во первых как мы все с вами знаем сейчас идут то скажем новостные ленты касательно аварии на северном потоке один дан то есть поставки полностью прекращены в европу до по северному потоку один это конец уже чип и чрезвычайно по происшествия вот это конечно же ставит под вопрос еще раз дивиденды которые садыгов до член совета директоров предполагал к выплате за первое полугодие кстати госа состоится уже 30 сентября то есть это первый негативный фактор к выплате дивидендов верниких отмены и второй фактор который очень важны на котором собственно произошел вот этот вот мини обвал это тот фактор что дополнительно будут изъяты планируется дополнительно взять у газпрома через ндп а 50 миллионов миллиардов рублей в месяц представьте себе до 50 миллиардов рублей в месяц то есть в год эта сумма будет составлять 600 миллиардов рублей то есть кроме той суммы которую уже запланировали и за счет которой это скажем отменили дивиденды за 2021 год эта сумма 12 триллиона то есть на следующий год также на газовый сектор и частности на газпром будет заложено вот эта сумма за весь год ввиду того что мы сейчас вами видим какие сложности у газпрома по поставкам ведут а скажем отсутствие информации как какая-то скажем доходная часть будет бы газпрома и в виду той информации как когда мы уже видим то скажем назначение платежей на дополнительные ндп то есть вот эти суммы да мы можем уже более то скажем более в более увереннее наверное предполагать тот факт что большая доля вероятности того что дивиденды 30 сентября госа государства собрание акционеров просто-напросто может отказать кстати пока мы видим что газпром стоит на поддержке вот эти уровни поддержки и сопротивления также размещаю своем telegram канале для подписчиков по многим бумагам меня также в режиме онлайн подписчики просят показывать различным бумагам я им показываю мы видим как четко отрабатываются данные уровни вот мы видим что цена и вчера и сегодня стоит и не пробивает данный уровень который является уровнем поддержки уровень поддержки это тот уровень где акции пытаются откупить далее касательно валюты смотрите по валютному рынку у нас продолжается слив валюты потому что идут негативные новости который начались еще с новостного фона от московской бирже московская бирже также сообщала уже тот факт что возможно будут продавать так скажем бизнес по валютным торгам вот виду того что есть опасения что виде очередных санкций могут внести ограничения запрет на нрд и нкц и буквально сегодня выходит вот такая вот новость на новостях тасс смотрите новые санкса могут коснуться платежи системы мир то есть администрация президента готовит новую серию санкций против рф новые меры могут затронуть связано с государством финансовой структуры далее затронет мог может затонуть платежную систему мир мы уже с вами видим что новостной в 1 в основной линейке выходят следующие новости 3 госбанка турции отказались от использования российской платежной системы мир а турция как мы все с вами знаем состоит в нато так вот далее смотрите а что еще может затронуть антироссийские санкции это агентство по страхованию вкладов национальный клиринговый центр нкц что собственно конечно будет важным фактором негативным для валюты до для валютного рынка и национальные расчетные депозитарии собственно если данные санкции будут внесены то мы с вами увидим остановку просто-напросто то скажем заморозку валютных торгов мы с вами не сможем не купить валюту на торгах на бирже не ее продать то есть приостановит хождение так скажем доллара в рф вот это самое то скажем важно это скажем наверное новостная линейка касательно валюты и мы видим что крупные игроки в том числе и банки продолжает избавляться от своих валютных корзин и списывают с баланса и доллары и евро поэтому рынок у нас находится подавление несмотря на то что у нас вроде как отскакивает и сырье сегодня после продолжительного предыдущего падения вот если мы посмотрим с вами на индексы на мировых рынках да то и америка у нас отскакивает англия скакивает но на видим что отрицательных зонах находится dax то есть а германия поэтому наш рынок пока что текущих условиях конечно же находится под большим таким негативом под негативными новостными линейками и надеяться на то что сейчас у нас будет бурный рост а скажем наверно не приходится вот такие вот новостные линии вот такой вот видение рынка все что я то скажем выкладывая в своем телеграм-канале свой взгляд на рынок течение дня вот как перед открытием рынка так и в течение торговли до торгового дня все это я выкладываю сам телеграм-канале в оперативном порядке ребят подписывайтесь на этот youtube канал на яндекс н обязательно подписывайся на телеграм-канал чтобы быть нашем сообществе закрытом но оставить был дмитрий шеф пишите свои комментарии что вы думаете по этому поводу всем пока пока